С деньгами шутки плохи, а с налоговой службой тем более, когда подходит срок отчета перед государством. Какие доходы необходимо декларировать и как? Об этом спросим заместителя руководителя налоговой службы по Тюменской области Веру Касаткину. Напомним, наша беседа в прямом эфире. Звоните по телефону 682-147 и задавайте свои вопросы. Доброе утро, Вера Брониславовна. Доброе утро. Насколько мы знаем, уже сегодня налоговая служба проводит день открытых дверей, причем по всей стране. А вот на какие вопросы там обращают внимание и что там разъясняют людям? Этот день открытых дверей у нас посвящен уплате имущественных налогов. И в первую очередь мы хотим привлечь внимание налогоплательщиков, чтобы они обратили... Наступает 1 ноября, это срок уплаты имущественного налога. За ним последует сразу же 15 ноября, когда нужно будет оплатить налог на транспорт и налог на землю. Вот консультации сегодня проходят, в какие дни еще будут проходить? Консультации мы даем всегда. Просто сегодня и завтра мы выступаем усиленным составом, привлекаем внимание, направляем дополнительных специалистов в операционные залы, чтобы как можно большее количество налогоплательщиков к нам пришло, поговорили с нами о своих проблемах. А в каком виде вот осуществляется вот такой разговор, работа? То есть просто большая группа людей приходит и слушает там, так сказать? Нет, это все происходит индивидуально, нужно подойти, потому что налоги, они все же такие индивидуальные. Они привязаны к каждому конкретному человеку, к его имуществу и так далее. И у каждого свои проблемы возникают. Поэтому, в общем, я могу только сказать сроки уплаты и пригласить всех к нам на день открытых дверей. В течение всего рабочего дня вы будете? Да, в течение всего рабочего дня сегодня и завтра по всей области. Вот мы понимаем, что 1-й 15 ноября это налог на землю, имущество и транспорт. Да, автомобильный налог. Или транспортное средство, или земельный участок. Вы уже плательщик. Никто не освобождается от уплаты этих налогов? Может быть, какие-то сроки есть, что уже не надо платить? Нет. По каждому налогу предусмотрены определенные льготы, которые мы стараемся учитывать в меру наличия той или другой информации о налогоплательщике. Мы, конечно, можем ошибаться. Но вот общая льгота, которая как бы, общее правило такое по транспортному налогу, все автомобилисты его уже знают. Это автомобили, количество лошадиных сил, у которых не превышает 150, освобождаются от налога на транспортные средства. И вообще не нужно заполнять декларацию? Нет. Даже пустую? Здесь речи не идет о декларации. Эти налоги исчисляет сама налоговая инспекция и рассылает уведомления. А каким образом происходит уведомление граждан? Что такое? Приходит на почту? В июне мы разослали 700 тысяч налоговых уведомлений. Это конверт, в котором содержится расчет налогов и квитанции, которые нужно будет оплатить. Там уже суммы все указаны. А если мне не пришел? А мне не пришел. Ну вот, к сожалению, мы сейчас... Может быть, по старому адресу он пришел. Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что многие жалуются, говорят о том, что они не получили по каким-то причинам. Многие обвиняют нас, что мы не послали. Причин множество. Поверьте мне, пожалуйста. Дело в том, что мы готовы всегда новое сформировать уведомление и вручить его налогоплательщику. Единственное, что нам нужно увидеть этого налогоплательщика, потому что мы не знаем, кому это уведомление не пришло. Рассылка идет через почту. Я напомню, что у нас в этом году рассылка впервые осуществлялась из города Тобольска. Может быть, многих напугало то, что на штемпеле стоит город Тобольск. Посчитали там, не знаю, за что. Мы уже говорили об этом, действительно, что беспокоиться не нужно. Беспокоиться не нужно. Если все же человек получил уведомление, он придет к вам в указанные дни, но у него будут какие-то прорехи в заполнении декорации. Может быть, неправильно составил отчет, потому что сам это делал, а не к специалисту обратился. Можно как-то на месте устранить эту ошибку, например, напишут «заверено». Еще раз возвращаемся. Эти уведомления и расчеты составляет налоговая инспекция. Нам ничего не нужно делать. Мы получаем готовый документ, с которым мы идем и платим. Если вы получили квитанцию и расчет, вы посмотрели, убедились, там ошибок нет, вы согласны. Просто нужно взять квитанцию и оплатить ее удобным способом для вас. То есть можно через интернет оплатить, можно через банкоматы, можно просто в сберкассу сходить с операционистом поработать. Если же у вас есть возражения по поводу того, что мы посчитали, то вот тогда требуется от вас к каждой квитанции приложен бланк заявления. Его нужно заполнить и направить в налоговую инспекцию. Или принести к нам в операционный зал. То есть здесь способы тоже возможны разные. Можно воспользоваться, опять же, интернет-сервисом. Зайти на сайт налоговой службы, найти интернет-обращение, прикрепить к своему письму скан образ того заявления, с чем вы не согласны. В заявлении нужно указать, вы не согласны, допустим, с адресом, с размером квартиры, не согласны с количеством лошадиных сил, которые мы вам указали. У вас в паспорте транспортного средства может быть другое стоять. Это все вы нам описываете и высылаете в наш адрес. В течение месяца все обращения рассматриваются, этот срок очень жестко контролируется. Или переформировывается новое уведомление, высылается налогоплательщику, если действительно будут ошибки обнаружены. Или же рассказывается ему более подробно, почему такая сумма налога сложилась. Вера Буниславовна, вы практически на все наши вопросы ответили очень подробно и быстро. Спасибо большое. Напоминаем, у нас в гостях была заместитель руководителя налоговой службы по Тюменской области Вера Касаткина.